Здарова всем, друзья! С вами, как всегда, я, Гост, и мы продолжаем шоу-битва автомеханика в GTA 5. В этом шоу мы с вами скупаем самые разбитые тачки в Лос-Антосе. Например, как такие. Тюнингуем их и превращаем в нереально крутые машины. Что-то наподобие тачка на прокачку, только во много раз круче. Ну что, ребята, в общем-то, в прошлой серии у нас с вами было удачно всё спланировано. Мы с вами купили хорошую машину, затюнинговали её, выиграли в гонках, продали и маленько даже окупились. Сегодня у нас с вами 170 тысяч долларов. Да, я маленько там докинул пару тысяч долларов, можно сказать. Чтобы округлить циферку и сегодня на эти деньги, мы с вами должны будем найти новую тачку, которую в последующем превратим в самую настоящую гоночную машину. Ну что, ребята, в общем-то, как всегда, в начале этого ролика я хотел попросить вас не забывать ставить лайки. Давайте, ребята, если вы хотите увидеть продолжение данного шоу-битва автомеханика в GTA 5, то прямо сейчас ставьте лайк под этим роликом. Ребятки, давайте, у вас заметно всего лишь 10 секунды, а мне будет очень сильно приятно. Лайкосик обязательно. Также, ребята, если вы вдруг ещё каким-то образом не подписаны на мой канал, то есть ещё не вступили в наш Семью Призраков, то я рекомендую сделать это прямо сейчас. Давай, дружище, прямо сейчас подписывайся, чтобы вступить в нашу огромную Семью Призраков. Скоро нас будет 2 миллиона. Ну, а также нажимай на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики на канале. Ну что ж, в общем-то, мы уже подъехали к нашей автосвалочке. И сегодня здесь мы будем искать новую добычу. Так, ну что ж, как всегда, начинаем по порядку. Давайте пройдёмся откуда-нибудь... Так, а с какого края бы начать? Он, я вижу, там уже какую-то машину. Можно, в принципе, рассмотреть отсюда. Давайте пробежимся. Так, как всегда, стоит та тачка. Я замечал уже много раз, вот зачем они сюда её поставили? Её же так вообще никто никогда не купит. Она просто там стоит уже очень-очень много серий. Скоро она сгнёт, как все вот эти машины. Здесь стоит какая-то машинка. Так, пробежимся здесь. Ох, это наш старый добрый... Да-да-да, ребят, это наша старая добрая тачка, которую я прям очень сильно хотел бы купить. Это Бугатти Дива, друзья. Которая у нас тут стоит разбитая, перевёрнутая, вся перекошённая. Но очень дорогая. Я бы с удовольствием её взял. Но это очень большие деньги на ремонт нужны. И плюсом к этому нужно... Ну, я не знаю, сколько в неё вложить. Вот реально сколько нужно вложить. Ещё и на выкуп потратить. Короче, бабки просто бешеные. Поэтому бежим дальше. Эти машины нас не устраивают. Посмотрим, что у нас есть здесь. Оу, блин, а это, по-моему, Пагани, ребята. Да, мы, кстати, в прошлой серии тоже видели Пагани. Может быть, это она? Слушай, чё у неё тут? Тут же тоже побитая какая-то вся. Прям, ой, как вы её измяли. Тут у нас почему-то ещё и багажник открыт. Ну, ох, нифига у неё там в багажничке чё находится. Ни разу не видел багажник в Пагане. Точнее, получается, капот. У неё уже двигатель находится сзади. Ладненько, давайте будем бежать дальше, осматриваться. Так, там у нас ещё такая какая-то красненькая машинка. А, это наш старый клиент, наш старый пассажир, которого тоже несколько раз видел, ребята. Это Аудюшка. Чё слушать? Тачки реально никто не покупает. Тут на рынке остались практически одни, как сказать, крутые машины, да? То есть всякие там гоночные, спортивные прям, которые реально стоят дорого. И потратиться на них не каждый готов. У меня, знаете, какая мечта? Если я бы хотел вообще себе купить какую-нибудь, не знаю, эксклюзивную машину, что ли, вот, ну, типа, Бугатти, вот, чего-то такого. Её затюнить, покататься на ней и продать. А это всё, получается, больше машин нету. Ну, вот какая-то ещё стоит. Так, ну-ка. Ой, какая-то перекошенная вся. Чё это такое? Чё это за тачка? Ну-ка, погоди-ка. Погоди, давай посмотрим. Это Форд! А, погоди, это Мустанг. Реально, это Форд Мустанг. Погоди, это Форд Мустанг. Кузов очень старый. Это вообще прям старый. Ты посмотри салон. Это просто раритет. Это реально раритет. Ты надвигло, посмотри. Так, ребят, ну-ка. Я, короче, походу, нашёл тачку сегодня. Я давно хотел себе купить какой-нибудь корч. Реально, просто какой-нибудь маслкар. Сделать его просто безумно. На такие тачки ставится реально безумнейший тюнинг. И покататься на такой машине. Я не знаю, что это за тачка. Сейчас я загуглю, короче, ребята. Посмотрим. Сразу же найдём стоимость в интернете про эту тачку. Ну, мне она реально понравилась. Думаю, стоить она будет, наверное, недорого. Ну, как-то, знаете, я маленько ошибся, по всей видимости. Это Форд Мустанг 66-го года. И это реальный раритет. Тачка просто стоит безнословных бабок. Посмотрите, какие цены я обнаружил. От 90 тысяч примерно до 110 тысяч долларов. Это просто безумные деньги. У меня сегодня всего лишь 170. Я не знаю, сколько мы сейчас с вами её купим. Но тачка реально раритетная. Её можно продать за очень большие бабки. Поэтому давайте попробуем, что ли. Генерируем число. И выпадает нам, ну, средняя. Средняя между 90 и 110. В принципе, неплохо. 100 тысяч долларов. Давайте округлим. Сделаем именно 100 тысяч. Чтобы у нас там не было, ну, этих мелочей. В целом, нормально. Ладно. Погнали. Минус соточка. Так. И у нас остаётся с вами, получается, 70 тысяч бочей. Очень мало на самом деле. Я не знаю, сколько нужно будет на тюнинг такой машины. Двигатели, насколько я знаю, на эти машины миллионники. И стоят они, ну, просто безумных денег. Давайте посмотрим, что у нас тут вообще получится с вами. Эй, братишка, что ты её не цепляешь? Давай-ка цепани её уже. Кстати, блин, она так классно сделана. Мне нравится. То есть она такая вся красненькая. Красненькие колёса. Неплохо. Так. Давай вот так тебя маленько помнём. Ещё чуть-чуточку совсем. Надеюсь, ты не обидишься. Не обидишься, Мустанг. Всё. Поехали. Поехали. 66-й год, ребята, реальный раритет. И тачка, которую я реально хотел. Мы с вами тюнили уже очень много современных машин и так далее. А вот чтобы была реально старая тачка, которой уже получается 80 лет, можно сказать. Такого у нас ещё с вами не было. Погнали, посмотрим, во что её превратят парни из Лос-Антас Кастомс. Надеюсь, будет круто. Ой, как у неё перекошено сзади всё. Только сейчас заметил. Вы посмотрите на это. Ей вообще просто кранты. Жесть. Ладно, поехали. Мне кажется, все сейчас просто офигевают, когда меня видят просто эвакуатор тащит тачку, которой практически век. Это реально жёстко. И причём с этой тачки сейчас будут делать реально что-то безумное. Во всяком случае, я на это надеюсь. Надеюсь, что что-то получится. По внешке так-то тачка, в принципе, на ходу. То есть двигатель вообще без нареканий. Он даже, в принципе, какой-то такой у нас чистенький. Всё с ним вроде как хорошо. Но я, как и говорил, они миллионники. То есть, в принципе, ходить он будет просто долго. Колёса не сдуты. В целом, можно попробовать сесть и даже поводить машинку. Я думаю, она даже заведётся. У нас первая машина, которая, наверное, заведётся и поедет неплохо. Она просто перекошена. О, внутрянка-то целая. Слушай, не-не-не, она реально очень хорошо едет. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Ну, конечно, не так быстро, как хотелось бы. Видимо, где-то её подъедают всё-таки. Но вот именно в плане того, что как она стартанула, это было реально круто. Ну что ж, начинаем наш тюнинг, ребята. Наш ремонт. Тормоза не ставим. Ой, наоборот, тормоза ставим на такую машину. Хотя давайте сейчас посмотрим внешний тюнинг. Так, по внешке у неё тут несколько вариантов. Давайте поставим вот этот, самый дорогой. Сзади мы с вами... Ох ты, блин, слушай. Она как-то похожа сзади на нашу отечественную какую-то машину, да? Ну-ка, погодите. Напишите в комментариях на какую тачку она стала похожа сзади, когда мы поставили такой обвес. Но мне очень нравится, как тут трубы сделаны. Вы посмотрите, какой в обвесе выхлоп. Выхлоп просто капец. Он интегрирован реально под эти выхлопные системы. Это выглядит очень-очень дорого, очень богато. Реально прям так, знаете, веет вот этим 60-м годом. Прям такое малейшее вот... Таким мелочам уделили внимание. Это же вообще жесть. Так, что по шасси? Ставим шасси обязательно. Не знаю, на что тачка будет способна, когда её сзади унингую. Поэтому ставим глушители. Офиг... Нифига себе вот это баночки. Слушай, давай-ка мы их поставим. Они мне нравятся больше всего. Решётка радиатора. Её вообще можно, в принципе, снять. Но я не знаю, есть ли смысл. Может быть, тут что-то предлагается взамен? Ох ты, какой дорогой капот. Ну как круто он смотрится. Или вот этот будет круче. Слушай, они все очень крутые. Ну, блин, я даже не знаю, ребята. А вы бы какой поставили вообще? Вот либо этот давайте пишите в комментариях. Либо вот это первый вариант. Либо вот это второй. Я не знаю даже, но мне нравятся оба. Давайте посмотрим, как выглядит сбоку. Ну, вот этот, мне кажется, всё-таки... Блин, да фиг его знает. Давайте попробуем этот. Вот этот. Потому что он стоит маленько подешевле. У нас хотя бы хватит денег на тюнинг какой-то. Я не знаю, на что будет способна эта тачка. Но надо будет поглядеть. Конечно, поставим ксенон на такую старую тачку. Не знаю. Наверное, это колхоз уже для таких машин считается. Но я хочу поставить. Мне нравится. Так, у нас тут с вами, посмотрите, какие воздухозаборнички прикольные. Ненужные, конечно, но выглядят солидно. Пороги, в принципе, неплохо. Так, её может... Ох, занизить просто. Реально, вот это, вот это, вот это самое крутое, что можно сделать с этой тачкой, наверное. Турбонадувчик. Я обязательно поставлю. Колёса менять не буду. Мне нравятся эти старые колёса, которым уже, блин, возраст. Ну, реально, почти век. Они смотрятся очень круто. Так, и, в принципе, получается у нас всё, да? То есть, больше я ничего на эту тачку не вижу. Можно, конечно, поставить ещё что-нибудь здесь. Давай поставим. Капот мы не трогаем. Клаксон ничего. Фары, номера. Окраска. Окрасочку я бы сменил сейчас. Я бы поставил какую-нибудь матовую, чтобы выглядело симпатично, да? Хотя, блин, вот я бы поставил жёлтенькую, слушайте. Вот жёлтенькую я бы поставил. Жёлтый с красным, правда, не сочетается. Я не знаю. У меня не хватит денег на то, чтобы поставить сейчас... Ой, поставить другой цвет колёс. Да, у меня не хватит. Не хватит дополнительный цвет. Это вот тут будет меняться. А слушай, а как поменять цвет колёс? А чё не меняется? Почему? Я чё-то не понял. А колёса может зайти надо? Колёса? Цвет колёс? Не меняется? Как, 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 как мне это поменять сейчас? Чё-то я не понял, ребята. Это уже какой-то наглёж. Я не могу поменять цвет колёс у этой машины. Видимо, колёса, ну, такие в сборе идут. Хотя, я думаю, парни из Латанта с Кастомс, как бы, занимаются такой фигнёй. Но, как мы с вами видим, не шибко-то. Какой цвет больше всего подходит? Красный? Жёлтый? Или оранжевый-жёлтый? Какой, блин? Все классно смотрятся. Просто шикарно. Но лучше выбирать красненький, тёмно-красненький, жёлтенький, наоборот, оранжевенький и жёлтенький. Все симпотные. Но давай поставим какой-нибудь такой красный. Нам не нравится просто, ребят, не знаю, вот такой цвет, да, матовый. Он симпатичный. Красная тачка. Не помню, были у нас с вами уже выпуска красной машины или нет. По-моему, не было. Это первое. Тупо взял красный из-за цвета колёс, потому что поменять не могу. Не понимаю, с чем это связано, но пришлось брать их. Ох, как круто она сейчас выглядит, честно говоря. Ох, какие прострелы. Нет, тачка реально со вкусом. Она не гонит, сразу же скажу. Хотя я её ещё не пробовал её на дальних дистанциях. Сейчас в гонках попробуем. И, в принципе, ещё газ в пол я не нажимаю. Не, погоди-ка. Ох, как подхватывает. Не, подхватывает нормально, кстати. Давайте-ка сейчас, ребята, с вами найдём какую-нибудь гоночку, что у нас есть поблизости. И затестим нашу тачку. Вот это место мне, слушай, нравится. Жесть. На тюник у нас, получается, ушло практически 70 косарей. Реально безумно большая цифра. 170 тысяч на такую старую тачку, друзья. Не знаю, по-моему, это маленько глупо было. Но, а посмотрим, на сколько мы сможем её продать. Так, ладненько. Ну что, выбираем, наверное... Так, ралли? Нет. Ралли-ралли не подходит. Давайте посмотрим, стрит или тюнер. Стрит или тюнер. По сути, мы с вами... Ну, уличная тачка, да? Давайте сделаем стрит. Так, давайте поставим одну. Номер рейс. Да, без разницы. Давайте поставим... Давайте поставим 12. Так, и сделаем... Сделаем-сделаем ставочку. Ставочку 200 долларов. Всё. Начинаем рейс, ребят. У нас остаётся 15 долларов в кармане. Вот. Вы понимаете? Будни просто автомеханика. Я покупаю тачки, тюнингую их, остаюсь просто с нулём в кармане. Вот сейчас у меня просто больше нет денег. Что? 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 Где я? Чё? Чё это было? Чё за фигня? Поехали, куда ехать? Меня просто выкинуло почему-то. Так, поехали, короче. Какой-то баг непонятный. Видимо, очень много машин для этой трассы. Ладно, хорошо, что я успел среагировать. Вау, какие тут тоже, ребята, раритетные тачки просто. Ты меня поцарапал, придурок. Зачем так делать? Не понимаю. Так, мы с вами, кстати, отстаём. Нормально так. Ох, а вот этот-то покруче, наверное, зачунин, чем я. Хотя, знаешь, я еду быстрее, чем он. Нет, слушай, едет тачка наша хорошо. Мне нравится. Она разгоняется как бы. Не так сильно, как хотелось бы. Но для маслкара неплохо. Ещё этот звук двигателя старый, приятный просто, который реально веет шестьдесятыми. Это, ребята, что-то с чем-то. Вау, какую тачку мы только что обогнали. Это что там вообще за машина была? Так, этого тоже обгоняем. Так, у того вообще просто какие-то прострелы нереальные. Или это нитро, слушай. А я разрешал им пользоваться нитро? У меня-то нитро нету как бы. Он походу, он походу читерит. Ты посмотри. А, это девушка. Так, ладно, всё, поехали вперёд. Давай, 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 давай. Выжимаем, выжимаем вперёд. Всё, первое место. Эй, тихо. Ты что, офигел что ли? Ты что меня толкаешь? Всё, погнали. Погнали, давай от первого лица посмотрим на этот старый салон. Ох, как сильно мешает капот этот воздухозаборник. Гигантский. Просто мешает. Так, давай, давай, входим, входим в поворот. Вот, слушай, хорошо, что не взял эту тачку для города. Ой-ой-ой-ой, как её заносит. Задний привод всё-таки даёт о себе знать. Это вроде как заднеприводная машина, насколько я знаю. Всё уже грязное. Жесть какая-то, надо будет ехать купаться. Но, реально, задний привод даёт о себе знать. И тачка как-то не шибко так входит в повороты. Она очень тяжёлая. Она очень тяжёлая, в принципе. И удерживать её можно. Но она очень вальяжно входит в повороты. Вот, посмотрите. Она входит, да, кстати. Не думайте то, что она вообще неуправляемая. Она входит, но очень медленно, очень вальяжно. Я так полагаю, что эту гонку я выиграл. Я уже очень сильно остался от моих противников. Это у меня 21-й чекпоинт. И я в целом уже приближаюсь к финишу. Поэтому, ребята, могу сказать, что сегодня всё у нас офигенно получилось. Тачка неплохая. Ничего, что осталось узнать, за сколько всё-таки я её продам. Либо это будет, получается так, 100 тысяч плюс 20 процентов. 20 процентов от 100 тысячи. Это у нас получается 1 пятое, грубо говоря, да? 1 пятое, это и есть 20 тысяч. То есть это либо 120 косарей, я её продам. Либо, учитывая тюника, покупку 170 умножить на 2, это получается 340. Ну, вы понимаете, да, какой разбег жёсткий? Я вообще, честно говоря, в шоке. И мы приехали. Всё, шикарно. Ну, мы с вами были первыми. Сейчас мне денежки зачистят на счёт. Было 12 противников. По 200 бачей. И это 2400. Хотя бы появятся небольшие деньги на то, чтобы свозить, помыть тачку. И, не знаю, там, может где-то её надо залатать. Потому что вроде как мне там кто-то вписывался. Ладно, ребята, погнали, всё это сделаем. И будем искать нового покупателя этой тачки. Кто же будет счастливчиком и обладателем этой прекрасной машины. 108 долларов, ребята. У меня ушло на починку. Да, небольшую, небольшую починку кузова у этой машины. И также на то, чтобы её помыть. Короче, в принципе, небольшие деньги. Осталось у меня, насколько я помню, 2500, 257 даже, да? И отправляемся, короче, к новому покупателю этой машины. Договорились встретиться мы где-то здесь, неподалёку. Ох, тышка, ты что ли? Да, стычка, что-то осматривается. Это что, чувак из амуниции? Серьёзно? А, да, в натуре. Это реально чувак, который продаёт нам пушки. О, что он там сказал? О, посмотри, тачку просто фотоют. Тачку просто фотоют нашу. Да, спасибо, тачка классная. Ох, прям, да, понравилась себе она. Посмотри-ка на неё. Дружище, я жду, что ты за неё отвалишь безумно большие деньги, честно говоря. Если ты мне отвалишь за неё 100 тысяч долларов... Братишка, я тебя просто изобью. Давай посмотрим, попробуем поторговаться. Я понимаю, что всё, конечно же, решит рандом. Ну что, а вот, ребята, мы с вами снова находимся в том месте, где решается наша судьба. Давайте посмотрим, какое число у нас выпадет в следующем. Первая так и осталась. Как видите, вот за эту сумму мы купили эту тачку. Вложили мы в неё, в общем-то, получается 170 тысяч долларов вместе с покупкой. И в итоге можем её продать от 120 тысяч долларов до 340. Посмотрим, как сегодня нам повезёт. Я надеюсь, что мы уйдём в плюс. Давай, ну ещё три. Раз, два, три. И... Нет. Нет, блин! Это... Это... Это просто катастрофа. Это... Просто капец. Блин, я, честно говоря, не верю. Я думал, что этот момент никогда не настанет. И уж тем более сегодня, потому что разбег в цифрах был просто колоссальный. Я надеялся хоть на что-то между этими числами. Но в итоге мы не окупились. У нас получилось 130 тысяч долларов. О, какой мерз. Блин, шикарный. Хочу такой себе. Но, ребят, мы с вами... Мы с вами проиграли все деньги. И... Я думал, что эта машинка принесёт мне сегодня удачу. Ну, а нет. Забирает эту тачку сегодня чувак из амуниции. Счастливо тебе владение этим прекрасным маслкаром. Я надеюсь, что он тебе понравится, как понравился сегодня мне. Тачка подарила реально восхитительные впечатления. И, ребят, не будем расстраиваться. Это наш сегодня первый проигрыш. Мы ушли в минус аж на 40 тысяч долларов. Чтобы вы понимали, это получается почти 2,5 миллиона рублей. Это просто колоссальные деньги. Но, надеюсь, что в скором... В скором, ребята. В скором, реально. В следующей серии мы с вами уже будем снова в плюсе. Ну что, ребята. В общем-то, надеюсь, вы, конечно же, поставили, как всегда, лайк под этим роликом, если вам нравится данное шоу. Не забывайте также подписываться на канал, чтобы спать в нашу огромную семью призраков. Да, чтобы у нас уже поскорее стало 2 миллиона. Ну, а также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов на канале. Ну что ж. В общем-то, с вами, как всегда, был я, Жека Гост. Всем спасибо, что досмотрели до конца. Я желаю вам всем удачи. До скорых встреч. Прокачивайте свои тачки. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok